Не знаю такое время, когда необходимо особенно тщательно следить за своим здоровьем. Никто не обращал внимания, а мы заметили, что врачи разговаривают только глаголами. Входите! Его шутки звучали с экранов телевизора. Евгений Гоман вместе с саратовскими КВНщиками 6 лет назад играл в высшей лиге клуба веселых и находчивых. Его можно было увидеть в одной из рейтинговых программ федерального телеканала. Просто занимались своим делом, занимались творчеством. Мы вдруг дошли до такого момента попадания в телевизор и просто так же продолжили заниматься этим же творчеством. Поэтому такого прям осознания какой-то звездности не было. Многие называют КВН каким-то определенным лифтом. Ты, во-первых, понимаешь, что уровень творчества, пусть даже и в КВН, в этом ремесле он достиг определенного уровня, который позволил тебе работать выше, чем другие команды. И ты получаешь какую-то в том числе уверенность, что ты, наверное, что-то можешь. Сейчас Евгений занимается организацией развлекательных мероприятий, причем не только в Саратове, но и за его пределами. Также у бывшего КВНщика появилось новое хобби. Уже несколько лет он не только сам вносит свой вклад в заботу об окружающей среде, сортируя свои бытовые отходы, но и смог своих соседей по дому сагитировать, вступить в ряды зеленых. Такая осознанность экологическая, это такой верхний уровень этики, так скажем. Он позволяет более усердно работать с собой, со своей дисциплиной, со своим сознанием. Поэтому это мне однажды привелось. Я посмотрел пару фильмов, пластиковый океан, фильм «Мусор». И после этого я никогда не задумывался о раздельном сборе до этого момента. И теперь у меня все пластики по фракциям, металл отдельно, отдельное стекло, бумага и все это мы. В этом парке аэро-эс-фрэске, но на итальянском в этом парке аэропо-эс-квэт-рэппо. Школьник Илья Соколов в свои 12 лет говорит на шести языках. Он успел побывать ведущим на местном канале и стать участником передач на федеральном. В телешоу «Золото нации» Илья снимался не один месяц. Он поразил всех своими знаниями иностранных языков и порадовал родителей успехами. Тогда как раз шоу, в принципе, они только появились. И это было что-то неопознанное, но оказалось, что еще нашел много друзей. Действительно, эти хоть и долгие съемки, но его затянуло, и мы ездили вот несколько раз. Такой опыт работы с камерами, нахождение под наблюдением. То, что, ну и в принципе, хороший опыт общения был. Там были интересные люди. Участвовать в съемках Илье понравилось. Сейчас он уходит в театральную студию. Школьник уже играет в спектаклях наравне со взрослыми актерами. И мечтает в будущем связать свою жизнь со сценой. При этом родители надеются, что изучение языков он не забросит. А сам Илья успевает еще и находить время для своих спортивных увлечений. Надежда Новикова, Олег Бирюков, Саратов, 24.